МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. В преддверии Дня независимости. Министр иностранных дел Израиля в Твиттере использует термин геноцид армян. Только этого мало или слишком поздно. Текст резолюции Сената Франции по Арцаху. Делегация Национального совета Австрии посетила мемориальные комплексы Цернакаберт. С 28 января жители Арцаха смогут покинуть Восточную Армению только при наличии удостоверения беженцев. Наблюдательная миссия Евросоюза в Восточной Армении провела 1500-е патрулирование. Издание Irish Cinefile включило анимационный фильм «Рассвет Аврора» в список лучших фильмов 2023 года. 19 января 2024 года исполняется 104 года со дня фактического признания государства Армении на территории Западной Армении. В переддверии Дня независимости телеканал «Вестерн Армения Тви» ознакомит вас с Западной Арменией и ее символами. Сегодня мы представим 45 международных договоров, конвенций и деклараций, которые также касаются прав коренной армянской нации и прав Западной Армении. Устав Организации Объединенных Наций, всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод с изменениями и дополнениями к протоколам 11 и 14. Конвенция о правах и обязанностях государства, Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, Конвенция Организации Объединенных Наций о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, Конвенция ООН о предоставлении независимости колонизированным странам, Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о праве международных договоров Венская конвенция, Конвенция ООН о определении агрессии, Декларация ООН о праве народов мира, Декларация о праве на развитие, Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Декларация о верховенстве права ООН на национальном и международном уровнях. С друзьями армянского народа и о том, как защитить право армянского народа жить, развиваться и иметь будущее, ознакомим вас в дальнейших выпусках. Издатель и редактор газеты Арут Сасунян в своей статье пишет. Министр иностранных дел Израиля Исраиль Кац напомнил президенту Реджепу Таипу Эрдугану о геноциде в отношении армян только после того, когда турецкий лидер поддержал жалобу Южноафриканской республики и Международный суд ООН ГАКИ, Всемирный суд, на то, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в Газии. 12 января 2024 года министр иностранных дел Кац написал в Твиттере. Президент Реджеп Таип Эрдуган, совершивший в прошлом геноцид против армян, теперь хвастается, делая Израиль мишенью необоснованных утверждений. Мы помним об армянах и курдах. Ваша история говорит сама за себя. Мы защищаем ваших варварских союзников, а не уничтожаем их. В более широком контексте конфликта между Израилем и Хамас, упоминание Израилем геноцида армян в целью критики Турции, на передний план выдвигает ряд важных вопросов. Министр иностранных дел Израиля, отказывающегося признать геноцид, совершенный против армян на протяжении десятилетий, внезапно вспомнил о геноциде в отношении армян, когда это стало отвечать интересам его страны. Вот мои комментарии к сообщениям в Твиттер. Упоминание геноцида армян министром иностранных дел Израиля не может считаться официальным признанием. Это может произойти только тогда, когда парламент Израиля примет резолюцию о признании геноцида, совершенного против армян. Это не первый случай, когда израильский министр говорит о геноциде армян. Трое других уже бывших израильских министров делали аналогичные заявления о признании, находясь в составе правительства. Министр образования Иосиф Сарид 24 апреля 2000 года объявил. Я присоединяюсь к вам члены армянской общины. День вашей памяти, когда вы отмечаете 85-ю годовщину геноцида армян. Я здесь с вами как человек, как еврей, как израильтянин, как министр образования государства Израиль. Министр Юси Циоси Бейлин 24 апреля 2000 года объявил. Произошедшее нельзя квалифицировать иначе, чем как геноцид. Полтора миллиона человек исчезли. Это была не халатность, это было сделано преднамеренное. Ранее, в 1994 году, занимая пост заместителя министра иностранных дел, Бейлин сделал аналогичное заявление о геноциде в отношении армян. Министр по делам иммигрантов Яир Цабан в 1995 году принял участие в церемониях, посвященных Дню памяти армянской общины в Израиле и призвал признать геноцид армян. Тем не менее, Кнессет Израиля за последние десятилетия несколько раз пытался принять резолюцию, признающую геноцид армян. Каждый раз правительство Израиля блокировало резолюции, чтобы угодить Турции. Неприемлемо, что Израиль использует геноцид армян в качестве предмета торга в своих проблемных отношениях с Турцией. Государство Израиль, как народ, переживший Холокост, должно было стать первой страной, надеемся, не последней, признавшей геноцид армян. Столь же неприемлемое оправдание правительства Израиля в вопросе отрицания геноцида армян. Когда отношения между Израилем и Турцией хорошие, израильские официальные лица говорят, мы не хотим портить наши хорошие отношения с Турцией из-за геноцида армян. А когда отношения ухудшаются, как сейчас Израиль заявляет, мы не хотим еще больше портить наши отношения с Турцией с признанием геноцида армян. Таким образом, Израиль запятнал свою репутацию среди международного сообщества. как отрицающий геноцид страна. Газета «Израиль Хайом» 14 января 2024 года опубликовала статью Надава Шраги, озаглавленную «Как признайте геноцид армян сейчас?». Автор смело написал, отказ израильского правительства признать геноцид армян является явным примером морального банкротства. Еще в 1989 году, когда Нетаняху был заместителем министра иностранных дел Израиля и еще не утратил своего морального облика, он сказал, Есть вопросы, которые вне политики и дипломатии. Геноциды являются одним из ярких примеров этой категории. Сенат Франции обсудит принятие резолюции, осуждающей военное нападение Баку-Барцахи и предотвращающей любые дальнейшие попытки нарушить территориальную целостность Армении. Проект резолюции гласит, Сенат Франции решительно осуждает военное нападение, осуществленное Азербайджаном при поддержке своих союзников 19 и 20 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе, которое привело к изгнанию почти всего проживающего там армянского населения. Сенат напоминает, что уважение права народов на самопределение, которое распространяется на армянское население Нагорного Карабаха, является единственным возможным путем к стабильному миру между Азербайджаном и Арменией, и что государства обязаны уважать и защищать это право. Следовательно, международное сообщество обязано потребовать от Азербайджана приложить все усилия, чтобы гарантировать право армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах в условия, гарантирующих его безопасность и благополучие. Сенат приветствует инициативу французского правительства по предоставлению гуманитарной помощи Армении для удовлетворения основных потребностей гражданского населения Нагорного Карабаха, ставшего беженцами на его территории, и предлагает правительству призвать своих европейских партнеров последовать этому примеру. Сенат подтверждает нерушимость территориальной целостности Армении и призывает к немедленному и безоговорочному выводу азербайджанских войск суверенной территории Армении. Сенат предупреждает правительство Франции, Европейский союз и международное сообщество об опасности, которую они представляют для амбиции Азербайджана и Турции, а также для Республики Армении, для ее территориальной целостности и мира на Кавказе. Сенат поддерживает право Армении иметь средства, в том числе военные, для защиты своей территориальной целостности и обеспечения своей безопасности. В этой связи он приветствует решение французского правительства предоставить Армении военную технику. Сенат осуждает производительный арест политических лидеров Нагорно-Карабахской республики. В законах представители населения этой территории и призывает к их немедленному освобождению. Сенат призывает правительство Франции потребовать немедленного освобождения содержащихся там гражданских и военных лиц и немедленного возвращения тел армянских солдат, погибших в бою, из Азербайджанской республики под угрозой санкции. Призывает к уважению культурного и религиозного наследия в соответствии с международными обязательствами Азербайджана и Армении и решительно осуждает посягательство на армянские здания, реликвии, коллекции и культурные ценности в Нагорном Карабахе. Он подчеркивает настоятельную необходимость включения вопроса о защите наследия Нагорного Карабаха в повестку дня Межправительственного комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и призывает Азербайджан выйти из состава этого комитета. Он подчеркивает необходимость немедленного создания и направления Нагорный Карабах международной группы экспертов под эгидой ЮНЕСКО для подготовки информационного доклада о состоянии культурного и религиозного наследия. Призывает французское правительство принять все дипломатические последствия многочисленных агрессивных действий Азербайджана против Армении и обсудить со своими европейскими партнерами вопрос о полном пересмотре отношений Европейского союза с Азербайджаном. Также наиболее решительных соответствующих контрмер, включая арест активов азербайджанских лидеров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана в качестве наказания за военную агрессию, осуществленную Азербайджаном, призывает правительство сделать все возможное, чтобы Азербайджан был немедленно и мирно вовлечен в переговорный процесс по дипломатическим каналам для установления стабильного мира на Южном Кавказе, говорится в проекте резолюции. 17 января прибывшая в Восточную Армению делегация во главе с депутатом Австрийского национального совета Эвы Эрнест Диджич в сопровождении руководителя группы дружбы Национального собрания Армения Австрия Ширакка Торусяна посетила мемориальный комплекс Цицерна Каберти. Гости возложили цветы к вечному огню, увековечивающему память жертв геноцида, совершенного против армян. Члены делегации посетили музей-институт геноцида, ознакомились с экспонатами и документами, свидетельствующими о преступлении. С 28 января жители Арцаха смогут покинуть Восточную Армению только при наличии удостоверения беженца. Более 36 тысяч внутренне перемещенных лиц из Арцаха обратились за получением статуса беженца в Восточной Армении, сообщает МВД страны. Граждане Арцаха, выезжающие за границу с 28 января, помимо паспорта, должны иметь этот документ. По положению на 16 января 28 490 человек уже получили свидетельство о временной защите беженца. Количество распечатанных свидетель более 35 тысяч. Наблюдательная миссия Европейского Союза в Восточной Армении провела 1500-е патрулирование в приграничных районах. Об этом в микроблоге ИКС сообщила миссия наблюдателей Европейского Союза в Восточной Армении. Документальный анимационный фильм «Рассвет Авроры» режиссера Инны Саакян включен в число 25 лучших фильмов 2023 года по версии издания, освещающего новости кино и телевидения. Об этом сообщает Национальный киноцентр Армении. «Рассвет Авроры» – анимационный архивный документальный фильм. Трогательная человеческая история, рассказывающая об армянке Аша Луис Аврора Мартиганян, пережившей геноцид и ставшей звездой немого голливудского фильма. Фильм был показан в нескольких странах и получил награды. 20-21 января состоятся его премьеры в Индии. Это совместный армяно-германа литовский фильм производственной компании «Барс Медиа». Режиссер и сценарист фильма Инна Саакян. Продюсеры Вартан Ованисян, Кристиан Биц, Жусте Михайли Найтте. Фильм создан при научной поддержке Института Зорян на основе рассказа из архива устных историй геноцида армян. И в завершение новостей послушаем песню «Зартыр лау». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok